Ребята, всем привет! Вы на канале Семяна Чемоданных. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если еще этого не делали. Мы сейчас двигаемся в Краснодар. Нам нужно решить вопрос с базой, со своей. Куда скинуть все наши шмотки, получить посылку, которая идет из Сочи, пройти ТУ на тачке. И все это в этом выпуске. Погнали! Это Краснодара, 28 километров. Можно сказать, что подъезжаем. Вообще круто, что до моря всего 100 км. Конечно, интересно, как это будет проходить в июне, в июле. Как будут пробки до Керчи, сколько там, 120, до Азову, до 100. Шикарный город со своей локацией, если вы хотите путешествовать. Но вот мы на своей шкуре в новом сезоне это проверим. Удобно ли, удобно ли расположению Краснодара? Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики и путешествуйте вместе с нами. А еще, ребята, у нас есть два наших авторских гайда. Один по Сочи, другой по Крыму, приобретя который вы изучите и пропутешествуете, что Большой Сочи, что Крым налегке с легкостью, с таким удовольствием. Там лайфхаки, секретные какие-то места, маршруты, фотозоны, как проехать, как пройти. В общем, такая классная книжка. Чтобы ее приобрести, нужно написать либо мне, либо Настеньке в Директ, в Инстаграм. Приобретайте, изучайте и путешествуйте с удовольствием. Ребята, заметили какое-то изменение? Так вот, я вам скажу, закончились горы. Ни слева, ни справа, нет гор. Начинаются какие-то степи и традиционная природа России. Дерево, 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 дерево. Вот видите, справа и слева. Значит, есть съезд на Чугбу, то есть можно развернуться и поехать обратно. Настенька, у нас есть еще момент передумать. Передумать. И я хочу в сторону Крымского моря. Ну да, да. Все, я вот это просто не хочу. Так, ну что, мы вместе с вами, в общем, смотрите, подъезжаем, точнее не подъезжаем, а заезжаем в Адыгею. Смотрите, красивая такая стела стоит. Адыгея, город Адыгейск. Вот так вот это выглядит. Тут начинаются кубанские рынки. Они еще, видите, все такие полузакрытые. Но совсем скоро они будут открыты и радовать всех туристов, которые едут как в Сочи, так и из Сочи. Нам кто-то советует, что нам нужна машина побольше, семиместная. Я вот думаю, может быть, нам просто Жигуль купить. И вот как ребята едут, смотрите, там просто там, там ребенок в багажнике сидит. Пытается, пытается открыть багажник даже. Смотрите. Смотрите. Вот он. На телефона шелкает. Смотрите, как угарно. Просто капец. Блин, ребята, ну вы даете. Смотрите. Ему вообще там хорошо, удобно, комфортно. Лег, красавец. Вот это жесть. Копы спят. А, он спрятался, короче, прикей. Он просто спрятался перед ними. Ты этого не так, что ли? Да, да, да. Молодец. Он лег, видишь, он сидел за этого. А может, надо тебя? Вот так, развязка на Керчь. Краснодар прямо вот сюда, направо, Керчь. Едем и думаю, ну может быть, ну нафиг это Краснодар. На Керчь сразу. Мы заезжаем в Краснодар. Нас тут встречает сразу, конечно же, местный ДПС пост. Который еще, кстати, заколоченный. Он так вот для красоты. Все? Мы в Краснодаре? Мы в Краснодаре. Будем его выворачивать наизнанку как следует. И для себя понимать, как он для жизни. А то все жалуются что-то на Краснодар. Сначала говорят, что как классно-классно. А потом, ну так тяжело. Посмотрим. Все в этом сезоне, ребята. Ну вот смотрите. Пол четвертого. Мы выехали из Джугбы. Сейчас время без десяти и пять. Вот я вам покажу. Но мы уже десять минут здесь в Краснодаре. То есть доехали мы чуть больше, чем за час. Час пятнадцать и мы уже в Краснодаре. И, соответственно, из Краснодара до моря. Сейчас красота. Доехали мы, значит, до Краснодара. Остановились, как всегда, у Настиной подруги. Купили три килограмма мяса. И вот так вот будем сегодня его жарить, парить. И отмечать то, что мы приехали в Краснодар. И, конечно, самое угарное то, что все сейчас едут наоборот в Сочи, так как там сезон, а мы наоборот из Сочи. Ну да, зато мы теперь будем посещать другие места, которые вы увидите. Картошечка уже. Почти готовы. Сейчас заряжаем мяско и прям шикарный ужин. Давно, давно ничего не ели. Точнее, давно не жарили сами ничего на углях. Жарко, что я не могу вам передать запах через экраны. У кого-то будет сегодня классный ужин. А пока мы совершали переезд в Краснодар, нам пришла уже посылочка от компании Гага.ру. А что внутри, я сейчас вам все покажу. Посмотрите, какие две клевые игры. Понятные инструкции, красивые иллюстрации в книжечке. У нас есть две ячейки, значит, алмазный и золотой. Положите все алмазы в алмазный грот. Каждый игрок выбирает себе походный мешок. Выбирайте себе походный мешок. Кем вы будете? Во, а Родион зеленым. Игра подойдет даже для маленьких. Вот этот кубик ты можешь перебросить, а вот эти кубики ты можешь открыть дверь и взять одно золото. Давай, бери одно золото. Данная игра длится до тех пор, пока кто-то из нас не соберет большее количество сокровищ. Как вам, пацаны? Ваа, мне папашки кристаллы! На сайте gaga.ru вы сможете найти для себя и для своего ребенка ту игру, которая вам будет по душе, которую вы сможете взять в путешествие и провести классно досуг. Сайт gaga.ru Также вы можете перейти на их инстаграм, gaga.ru и выбрать там, посмотреть обзоры игр различных и подобрать для своего ребенка подходящую игру. Так, а следующая игра, мне кажется, максимально подходит для возраста как Родион, потому что не содержит правил, они не нужны. Давай, открывай. В этой игре мы с вами отправляемся в страну, где все хотят все, представляете? Вы хотите все? Да! Посмотрите, здесь нет никаких правил, нам нужно просто разложить карточки, их перемешаем сейчас, разложим и будем ходить. Это игра, ребята, как раз для вас, для настоящих путешественников. Итак, в этой игре у нас есть игроки, парни себе уже выбрали, кем будут играть. Так, ты играешь? Старичка. Понятно, ты Родион этим? Да. А что, мне дали собаку? Ну ты же сказал любого. Я что, собака? Ну ладно. Потрясающая игра с легкими правилами, где сможет сообразить даже самый маленький игрок. Два. Раз. Два. Подписывайтесь на их социальные сети, которые я прикрепляю в описании под этим видеороликом. Переходите и заказывайте для себя и для своих детей классные настольные развивающие игры. А мы продолжим играть, правильно? Да. Мы поехали смотреть с Настенькой первый вариант. Посмотрим, понравится нам, не понравится. Вообще на примете три варианта. Один, если не снимут, на три часа сегодня. Сейчас вот один едем, смотрите. Еще один только на третье число. Это вот то, что нам, по нашим критериям, понравилось нам в Краснодаре. И все, пока больше ничего мы не нашли. А Краснодар стоит. Вот нам восемь километров ехать полчаса. Так она минут 10 часов. Мы приехали на первый вариант. Радует сходу, что есть шлагбаум, то есть проезд под шлагбаум, закрытая территория. Тут такая детская площадка. Вот. Но мы, конечно, отвыкли от каменных джунглей. Вообще в Краснодаре застройка, огонь, вообще ужас, что творится. Так, дверь, вход, звонок. Не работает. Хорошо. Так, шутчики. Домофон. Даже есть такой вот, получается, глазок. Шкаф купе. Распетляем. Огромное получается такое остекление. Сразу будет наша комнатка. Свет, смотрите, чунс. Все работает и можно только тут включить. Отлично. Кровать. Матрас хороший. Да, панорамное остекление это огромный плюс. Шкафчики, стол, кондюшник. Здесь не хватает туктелика. Вот такая ванная. Так, следующая комната, наверное, будет детская. Диван собирается. Ага. И телевизор. Ваши вам зачем-то. Ну да, если что-то пишем. Да, уже пишем. Так, и вот такой огромный шкаф. Да, вид из окна теперь не на море. Ну что, все, мы сняли. Заключили договор с хозяйкой. Даже сходили в управляющую компанию, чтобы нас внесли в открытие шлагбаумов, чтобы мы могли заезжать. И с завтрашнего дня должно у нас все это дело активироваться. Велкам в Краснодар. Самое жесткое, это теперь все выгрузить и затащить в квартиру. Сегодня день машины. Сами видели, перепробег уже почти в 900 километров у меня получился. Я не стал заезжать делать ТО в Сочи, потому что не хочу связываться, грубо сказать, с рукожопством. Поэтому я проконсультировался, мне сказали, что перепробег в 1000 ничего страшного. Но смотрите, в Сочи мне объявили за ТО 20 тысяч. Здесь у меня выйдет порядка 12 тысяч рублей. Разница ощутимая. Поэтому я решил, пусть я лучше немножко превышу пробег. Но тем не менее, сделав ТО в Краснодаре, я буду уверен, что мне сделать это нормально, хорошо. Ничего там не сломают, не загнут, и по пути ничего мне не случится. Вот. Сейчас еду в сервис. Я уже давненько веду с ними связь, поддерживаю с ними связь. Меня ждут. Покажу, как все прошло и расскажу в итоге, сколько вышло. Далее мы заскочим с вами в транспортную компанию. Я получу все вещи и привезу их, соответственно, в нашу новую квартиру. Все, погнали вместе со мной. У нас, значит, тут на территории стоит шлагбаум и нужно звонить, чтоб его открыли. Поверните направо. О, смотрите. Пошел, значит, гудок, дальше сброс и ворота открылись. Слушайте, интересная система, я просто не разу такой штуки не видел, но в целом мне, конечно, всем удобно, потому что нужно вот этот вот звонок делать, немножко ждать. По-моему, есть уже такие датчики, которые просто ты подъехал, они считали твой номер машины и шлагбаум открылся. Ну, тут, короче, так. Подъехали. Сейчас пойдет все узнавать. Загнал, короче, машину. Сегодня будет первая ее ТО. Единственное, что сейчас меня будет подождать, когда освободится подъемник. Там что-то чувак убавку ковыряет. И все, и буду заезжать. Буду менять, значит, маслом двигательный фильтр масляный, фильтр топливный и воздушный фильтр. Решил залить Mobil. Не оригинальный, но Mobil будет. Вроде поэтому походим. А это такой же, да, Mobil 1? Это оно, да? Да. Так, ребята, сделали ТО. Нам еще кое-чем не приговорили. По цене и что приговорили скажу чуть позже. Сейчас быстро мчу в транспортную компанию. Я ни хрена не успеваю. Документы в ПЭКе оформлены. Груз оплатил. Двигаемся к складу. Забирать свои шмотки. Звучит музыка. Звучит музыка. Так, ребята, теперь давайте про ТО в ПЭК успел, все получил. осталось только домой поднять все эти грязные штуки. Я не знаю, как они там возят, так перевозят, но все настолько пыльно и грязно, порвано. Короче, жесть. Про ТО. ТО мне обошлась в 14-120, но мне еще сделали диагностику ходовки, посмотрели, что у меня с колесом, когда закладываю. Немножко такой звук идет, ву-ву-ву-ву-ву. Вот. Ну, приговорили шрус. Во сколько выйдет сам шрус, замена шруса, я пока не знаю. Мне вообще посоветовали найти на разборке, потому что покупать новый дорого, будет стоить. Короче, эту историю переносим в следующие выпуски. Здесь не поменяли сейчас масло в двигателе, фильтр салонный, ой, фильтр масляный, фильтра воздушный, фильтр топливный. Вот теперь, можно твердо сказать, мы переехали в Краснодар. Все пришло и все дома. Устал. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Такие грязные руки от этих посылок. Все, пока.